Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас обзор на Су-76М, советское САУ второго боевого рейтинга, проспонсированный тем самым любителям ФГ-42-2. Советую досмотреть ролик до конца, потому что там мы будем поднимать достаточно важную проблему, и мне понадобится ваш фидбэк. Не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. Приступим! Начнем с истории самой Су-76. Это самая массовая самоходка того времени. В марте 1943 года начались работы по доработке прошлой машины Су-12, которая, несмотря на то, что была по боевым характеристикам достаточно удачной, зачастую просто не доезжала до фронта. Число дефектов, связанных с моторно-трансмиссионной группой, было запредельным, за что впоследствии главный конструктор Су-12 Гинсбург поплатился, был снят с должности конструктора и отправлен в действующую армию, где и погиб в августе 1943 года. Многие проблемы были последствиям параллельного расположения двигателей, правда главный конструктор списывал все на низкое качество комплектующих. Но его мнение было оспорено и предполагалось, что проблема была не столько в качестве, сколько в принципе в компоновочной схеме. Главным выводом из нового взгляда на проблему, стало решение заменить двигатели и коробку передач на те, что стояли ранее в Т-70, что требовало кардинальных изменений в компоновке машины. И началась большая работа. Велось одновременно три однотипных проекта с примерно одинаковыми ПТХ, которые отличались незначительно. Там другой двигатель поставит, там другое шасси, там пушка чуть другая, но близкого калибра. Объясняется это тем, что фронту нужны были САУ, срочно, еще вчера. И если сосредоточить все силы только на одном проекте, и он вдруг окажется провальным из-за каких-то врожденных ошибок, его опять придется дорабатывать. И цена этой ошибки будет очень высокая и исчисляться будет квадратными километрами потерянной территорией и жизнями людей. СУ-15, которая в будущем и получит название СУ-76, начала проходить испытания в мае 43 года, всего через месяц после начала работ. И проходила их довольно успешно. Несмотря на то, что она смогла пройти испытательные дистанции, износ подвески все еще слишком высок, что скорее всего скажется на уровне поломок после более длительного применения в реалиях фронта. Одной из причин являлся большой вес машины, потому что на тот момент САУ была полностью закрытой и имела неплохую броню. Но как раз примерно в это же время были изучены немецкие аналоги в виде Мордор 2 и 3. Итогом этого стало решение уменьшения толщины лобовой брони до 25 мм, а бортов и кормы до 13-15 мм. При этом снималась крыша и заменялась на тент для защиты от непогоды. А некоторые сегменты брони были просто сняты. Новый образец получил название СУ-15М, и после испытаний стало понятно, что этот вариант предпочтительнее, чем те, которые дорабатывались параллельно. И в июле 43 года началось производство первой опытной партии, которая пошла на испытания в Кубинку для последнего сравнения с СУ-16, аналогичной машиной, прошедшей все те же этапы разработки. Итогом этого стал вывод, что обе машины прошли испытания, но СУ-15М имеет более просторное боевое отделение, которое позволяет развивать скорострельность до 10 выстрелов в минуту, и более плавный ход, что важно в реальном бою. Также влияло то, что СУ-15М уже производились, и в августе 43 года завод сдал 47 машин вместо планируемых 45. СУ-15М встал на вооружение под названием СУ-76, и производство наращивалось ударными темпами. Причем производством занималось несколько заводов, каждый из которых мог сам вносить незначительные изменения в конструкцию, так что внешние машины могут немного отличаться. И как выяснилось после начала серийного производства, Денисбург все же немного был прав. Количество поломок было достаточно большим, из-за низкого качества комплектующих, но все же оно значительно снизилось и было в пределах допустимого, хотя проблема с качеством комплектующих поднималась практически до конца войны. В рядах боя СУ-76 себя показала достойно. Ее 76-мм пушки хватало против большинства танков Германии, да даже Пантеру в лобовом противостоянии СУ-76 мог пробить в маску орудия. Правда это в реальности, в игре у нас этого нет. Тем более ПТ пушки обычно действовали из засады, а борта прошивались просто насквозь. Но вот с более тяжелыми машинами типа Тигр были большие проблемы, которые решались только стрельбой практически в упор и в борта. Позже конечно разработали кумулятивные и подкалиберные снаряды, что повышало шансы для советской самоходки. СУ-76 иногда даже использовали для стрельбы с закрытых позиций, как артиллерию. Угол возвышения ее орудия был максимальным среди всех советских серийных самоходок. И дальность стрельбы могла достигать пределов установленного на ней орудия ЗИС-3, то есть 13 километров. Однако подобное применение сильно ограничилось тем, что, во-первых, разрывы 76-мм снарядов на дальних расстояниях малозаметны, что осложняет или делает невозможной корректировку огня. Во-вторых, для этого нужен грамотный командир орудия или батареи, которых во время войны сильно не хватало. А те, которые были, преимущественно применялись там, где это давало наибольший эффект, то есть в артиллерийских батареях, где и пушки побольше, и численность этих пушек тоже выше. Ближе к концу войны, когда орудие СУ-76 откровенно устарело, их стали использовать как эрзац БТР. В сумме за годы войны было произведено 14 тысяч СУ-76, что делает эту машину самой массовой САУ в мире на тот период, и второй по массовости советской техникой, уступая только легендарному Т-34. После войны некоторое количество сушек разошлось по странам-союзникам СССР, но боевое применение они получили только в Корейской войне 1950-1953 года. Поговорим теперь об истории части, применяющей эту САУ в рамках нашей игры. Первый отдельный танковый батальон, который всю войну провоевал в составе 39-й танковой бригады. 39-я танковая бригада была сформирована в первых числах января 1942 года и в конце месяца уже прибыла на Северо-Кавказский фронт, откуда в феврале переброшена в Крым, но не полным составом, только усиленные стрелковые роты и три противотанковые пушки. Но учитывая, что по отсчетам марта 1942 года бригада потеряла 32 танка за неделю боев, видимо, по итогу в Крым была переброшена вся часть, просто не сразу. После поражения советской армии в Крыму и эвакуации бригада фактически оказалась разбита, выведена в резерв Сталинградского фронта и комплектовалась почти с нуля. После этого билась в районе Сталинграда. Итогом Сталинградской битвы стал разгром немецкой группировки и танковая бригада, находясь в составе 23-го танкового корпуса, освобождала Украину, приняв участие в боях за Запорожье в 43-м году. После восстановления государственной границы СССР в 44-м году бригада воевала на территории Румынии, а позже и Венгрии, уже в 45-м. Вполне возможно, что участвовала в оборонительной операции на озере Балатон, где были очень тяжелые бои. Это была последняя реальная попытка Германии перехватить инициативу, в ходе которой были утеряны последние значительные немецкие танковые части, способные переломить исход войны. Победу танкисты встретили в Будапеште. За время боевых действий часть получила несколько наград. В 43-м году наименование Чапнинское за освобождение этого города. Орден Красного Знамени в этом же году за успехи при освобождении Украины. В 44-м году орден Богдана Хмельницкого 2-й степени за успех при овладении румынскими городами Роман, Бакау, Бырлот, Хунш. И в 45-м году орден Суворова 2-й степени за доблесть и Мужеса при овладении Мандиовар и Кремница. А также орден Кутузова 2-й степени за штурм Кудапешта. Перейдем к игровому применению. И это... Ммм... Су-76 не имеет ни пулеметика, ничего. Хотя длинноствольной 76-мм вполне достаточно для прошивания любого немецкого танка, которого вы можете встретить на втором боевом рейтинге. Но периодически появляются вопросики к урону, что относится не только к бронебойным, но также и к фугасным снарядам. К чему я нашел объяснение, но об этом позже. Также в номенклатуре вооружения вы имеете дымовые снаряды. Правда, они фактически бесполезны. Перезарядка 6 секунд по стандарту, с перком 4.8. Что достойно? Брони у САУ нет от слова совсем, только противопульная. Так что вас разбирает все что угодно, даже стартовый ПЗ-2. При этом из-за открытой рубки вас может выбить даже обычная пехота, или хорошо закинутый коктейль Молотова. Про авиацию и артиллерию, я думаю, даже говорить не стоит. На удивление, машина оказалась достаточно быстрой. Конечно, не скоростной болид, но проблем с перекатами на новые позиции у вас возникнуть не должно. Так что вам придется отыгрывать настоящую САУ, стоя где-нибудь на краю карты, а лучше в серой зоне. Статы на танкистах 22-13-22. Что неплохо. Мой билд можете видеть на экране. И предупрежу вас, что у нас тут есть странности с работой перков. Почему-то роль заряжающего у нас выполняет командир, а не сам заряжающий. Так что советую проставить либо всем одинаковый билд на перезарядку пушке, как это делаю я, либо быть очень внимательным к тому, кто где сидит. Ну, раз это прем, у танкистов имеется уникальный внешний вид, который вы, конечно, увидите раз в тысячу лет, но он есть. По снаряжению все стандартно. ППС-43 как основное оружие и рюкзак, забитый наполовину аптечками, наполовину инструментами для починки техники. И перейдем к очень важному. Почему у машины все очень плохо с уроном. Во-первых, фугасный снаряд тупо забыли прописать осколки. Да, фугас у вас наносит урон только самой взрывной волной. Так что он может то дамажить, то не дамажить. Что, конечно, происходит со всеми снарядами, но с этим чаще всего. И когда я лазил в файлы, было обнаружено очень много странных настроек фугаса. Например, фугас КВ-2 имеет свой уникальный тип взрывчатки, который буквально порезан относительно остальных. И я не нашел этому объяснение, кроме как буквально занерфить КВ-2. Поэтому попрошу вас в комментариях отписать фугасы каких танков дамажат слишком много или мало, по вашему мнению. Самые часто встречающиеся снаряды я разберу в одном из будущих роликов, где буду пытаться систематизировать проблему дамага фугасов и призывать разработчиков заняться ими вплотную. Да и не только про это мы там поговорим. Танкам в принципе много вопросов. Также из-за достаточно большой разнесенности прицела наводчика и орудия, вы можете в некоторых случаях убивать себя. Потому что орудие будет упираться в какой-то объект. Я вот один раз нарвался на такое. И тут вопрос. А зачем нам в шутере с аркадным маркером симуляторный вид от приборов наведения наводчика? А не более упрощенный из ствола, как это реализовано в аркадном и реалистичном режиме Тундры? Да и к работе самого маркера есть вопросы. Он может тупо отклонять снаряды. Но об этом в будущем ролике. Как итог могу сказать. Су-76, несмотря на свое существование на втором ранге, очень нестабильная машина. И рекомендовать однозначно к покупке я ее не могу. Но назвать ее просто полным говном тоже. Машина сама по себе не универсальна. И на это накладываются общие танковые недоработки, которые на ней очень сильно выпирают. При этом это частично перекрывается наличием длинноствольной 76-мм пушки, которая более чем достаточно для этого боевого рейтинга, поверьте мне. Не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. В описании ссылочка на мою группу вконтакте и дискорд сервер, а также на фанатский телеграм-канал по игре. До связи, товарищи.